Здравствуйте! Вы смотрите новости на МТРК. В студии работает Дарья Пашмынцева. Сегодня вы увидите. В Северном Казахстане на должность первого заместителя председателя регионального филиала партии Нуратан назначен Евгений Глотов. Какие поручения ему дал Кумар Аксакалов? 38 улиц и 48 скверов привели в порядок Петропавловца. Тысяча горожан приняла участие в акции «Чистый четверг». Она продлится три месяца. Юные бизнесмены. В Петропавловске более 500 школьников обучились о зампредпринимательства на курсах в региональной палате предпринимателей Атамикен. Контролировать проводимые в регионе работы, следить за освоением бюджетных средств. Такие поручения Кумар Аксакалов дал Нуратановцам. В частности, новому первому заместителю председателя регионального филиала партии Евгению Глотову. Последние два с половиной года он работал заместителем Акима Петропавловска по социальным вопросам. Артур Молдоголов занимал должность первого заместителя председателя областного филиала Нуратана с 2014 года. Глава региона поблагодарил его за хорошую службу и отметил, что работа в партии – это своеобразный социальный лифт. И накопленные за пять лет знания и опыт пригодятся Артуру Молдоголову на новом месте. Он переходит на государственную службу. Теперь уже экс-первый заместитель председателя филиала партии поблагодарил всех за сотрудничество. Я знаю, что наш филиал готов к выполнению из тех поручений главы государства, ваших поручений, тех наказов, которые были даны лидером партии. Мы установим, что мы взорваем на 18-м съезде партии. Все, что мы сделаем, все это мы выполним. Его кресло занял 31-летний Евгений Глотов, выпускник Евразийского национального университета. По программе «Балашак» учился в Великобритании. Карьеру начал в 2006 году менеджером проектов Конгресса молодежи Казахстана. Также работал в аппарате главы региона, руководил областным управлением предпринимательства и туризма. А последние два с половиной года был заместителем Акима Петропавловска по социальным вопросам. Для меня большая честь работать в партии, которую возглавляет наш Ельбасы. Я использую все свои навыки, опыт и знания на новой работе. Сделаю все, чтобы оправдать возложенные на меня обязанности. А самое главное, я буду работать честно на благо общества и процветание страны. Работать предстоит немало. Сейчас перед Нуратаном ответственная задача. 23 апреля в столице пройдет съезд, где партийцы определят своего кандидата в президенты. Немало работы у нуратановцев и в нашей области. Кумар Ахсакалов поручил тщательнее контролировать проводимые в регионе работы. Конечно же, члены партии должны быть в первых рядах, когда должны фиксироваться и контролироваться все работы, которые проводятся. Чтобы исключить некачественную работу. Либо сразу показать, что здесь идет некачественная работа и заставлять всех подрядчиков переделать под руководством нашей ведущей политической организации. А еще партийцы должны следить за освоением бюджетных средств. Как ремонтируют дороги, строят жилье, реализуют госпрограммы. В этом году увеличатся расходы на помощь многодетным семьям. Из госказны нашему региону выделят 375 миллионов тенгер. Ежемесячная выплата на каждого ребенка повысится в 6 раз. С 3 до почти 21 тысячи тенгер. Помогут многодетным и с жильем. В очереди сейчас стоят 342 семьи. Только в этом году мы 93 семьям помогаем, решаем этот вопрос. И мы надеемся, что в течение ближайших 2-2,5 лет этот вопрос решится полностью. Что касается увеличения заработной платы. С 1 июня на 30% увеличение заработной платы коснется 20 тысячам низкооплачиваемых работникам бюджетной сферы. Не оставят без внимания и работников образования. Зарплату 14 тысяч психологов, методистов и воспитателей увеличат до 30%. А еще укрепят материально-техническую базу 10 колледжей. Последний раз средства на эти цели выделяли 5 лет назад и всего 300 миллионов тенге. А теперь свыше 350 миллионов на каждый колледж. Сферу здравоохранения тоже ждут большие перемены. Увеличивается финансирование первичного звена с 40 до 60%. То есть, если на примере нашей области говорить, то это с 8 до 10 миллиардов тенге. Мы откроем три амбулатории лочебные в новых микрорайонах нашего города. Это Жасуркен, Береке и Подгора. Прорабатывается вопрос управления здравоохранения с акиматами районов о том, чтобы построить в рамках государственного частного партнерства до 20 амбулаторий на селе. А еще 12 тысячам медработникам увеличат зарплату. Санитаркам – с 48 до 64 тысяч тенге. Медсестрам – с 76 до 100 тысяч. Айгири Мукашева, Желдозбек Ермуканов. Новости МТРК. К другим темам. Первая волна паводка прошла. На Сергеевском водохранилище за сутки уровень опустился на 7 сантиметров. По данным гидрологов, в 4 часа дня он составлял 925, а перелив – 125 сантиметров. Пик был зафиксирован в среду на отметке 132. В Селеново-Никольском Козылжарского района за сутки вода в реке поднялась на 65 сантиметров. В Покровке – на 82. За Петропавловской плотиной уровень воды упал на 46 сантиметров. По прогнозам спасателей, вторая волна паводка придет в регион уже на следующей неделе. Другим новостям. 7 миллионов тенге удалось собрать в прошлом году во время ежегодного благотворительного субботника. Эти деньги пошли на помощь участникам Великой Отечественной войны – друженикам тыла. В 2019-м такая акция пройдет 13 апреля. Улицы без мусора и грязи. Таким каждый петропавловец хочет видеть родной город. Сделать областной центр чище и красивее сможет каждый, кто примет участие в ежегодном благотворительном субботнике. Он начнется 13 апреля в 10 утра. Все сотрудники нашей организации выйдем, наведем порядок вокруг своей организации. Нужно просто всем-всем собраться, выйти, ну и сделать доброе дело. К ветеранам отношение особое, вот, благодаря им мы сейчас живем в просветающей стране. Выйдем на субботник, обязательно дадим дань, обязательно город наш сделан красивым, чистым и всем желаем выйти. Все средства пойдут на помощь ветеранам, это хорошо, потому что мы не только убираем город, помогаем себе, но и помогаем ветеранам. В субботник петропавловцы уберут 38 магистральных улиц и 48 скверов. Однодневный заработок участников благотворительной акции пойдет на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Примут участие все работники госорганов, это работники Акимата, всех управлений, просим всех жителей города, все предприятия, заводы, принять активное участие благодарителям субботники и убрать свои территории. В прошлом году на субботник вышло более 10 тысяч человек. Тогда за один день удалось собрать 7 миллионов тенге. Дарья Пашмынцева, Рустам Тлеужанов, Павел Казаченко, Новости МТРК. Петропавловцы привели в порядок 38 улиц и 48 скверов. Такая масштабная уборка проходила в рамках акции «Чистый четверг». Она продлится три месяца. В первый день метлы и грабли взяли порядка тысячи человек. Это госслужащие, работники предприятия и студенты. Эгирь Мукашева продолжит. Старый парк горожане любят. Это место, где можно отдохнуть в тени деревьев или наоборот, погреться под теплыми лучами солнца. А спортивная и детская площадки никогда не пустуют. Но вот после зимы здесь много мусора и старой листвы. И акцию «Чистый четверг» начали именно с очистки парка. Его приводили в порядок госслужащие и студенты. Максим Непомещий учится в железнодорожном колледже. Занимается армрестлингом. Поэтому легко орудует граблями. Кстати, эти инструменты они изготовили своими руками. Изготовили грабли на практике своими руками. Принимаем активное участие в очистке города. Все, что сделано своими руками, нам удобно ими работать. Благоустройством этого сектора занимаются госслужащие. Многие из них гуляют в парке с детьми. Поэтому с пониманием и охотой вышли убирать прошлогодний мусор. Целый день мы сидим в кабинете, в учреждениях. А сегодня просто выйти воздухом подышать, немножко поработать. Я думаю, что это и для здоровья полезно, и для блага, и для нашего города. Акция «Чистый четверг» продлится три месяца и будет проходить еженедельно. В первый день на благоустройстве областного центра работали больше тысячи петропавловцев. Они очистили от мусора 38 улиц и 48 скверов. Агири Мукашева, Желдозбек Ермуканов, Новости, МТРК. 3400 новых деревьев высадят в Петропавловске в этом году. На улицах областного центра появятся рябины, березы, сосны, пирамидальные тополя, сирени и другие деревья. В прошлом году город украсили 2600 саженцев, но не везде они прижились. Почему, расскажет Агири Мукашева. Березы и клены вместо старых тополей. В конце апреля Петропавловск вновь начнут озеленять. По улице Нурсултана Назарбаева в прошлом году вырубили старые тополя. Открылся вид на многоэтажки. Здесь высадили сосны и живую изгородь. Сейчас эта улица одна из самых красивых в городе. Я здесь хожу постоянно, в день несколько раз. Ну, конечно, мне нравится, красиво. Но мне очень жалко старые деревья. От них была такая тень хорошая. Вы знаете, вначале мы, конечно, были возмущены, были против. Но сейчас, глядя вот на эту красоту, довольны. Но прижились зеленые красавицы не везде. По улице Кизатова саженцы стоят в слое пыли. Маленькие сосны высадили близко к дороге. Сейчас о ней далеко не украшение города. И такая картина не только в этом микрорайоне. Зимой и летом одним цветом. Загадка не про эти сосны. На участке по улице Уалиханово хвойные желтые. Местами даже серые, но далеко не зеленые. Кстати, в прошлом году 15% высаженных деревьев не прижилось. Почти все погибшие саженцы хвойные. Некоторые деревья потеряли не только цвет, но и иголки. А где-то даже ветви. Сейчас голые стволы хвойных, кроме жалости, иных чувств не вызывают. Работники коммунхоза дважды в неделю их поливают. Еженедельно вносят удобрения. Но почему же тогда саженцы гибнут? По словам работников ЖКХ, 85% прошлогодних деревьев прижились. Такие потери допустимы, говорят специалисты. На их месте высадят новые. В этом году будет посажено 3400 деревьев и более 6000 погонных метров живой изгороди. Если сравнивать с прошлым годом, в прошлом году у нас было посажено 2600 деревьев. Посадочный материал берется с лесопитомников ТО «Ерагра» и «Кондратовский». Также с дачных массивов вблизи города и поселка Тепличное. Высадят рябину, сирень, сосну, березу и клен. А еще пирамидальный тополь. От него нет пуха. Также появится свыше 6000 метров живой изгороди. Город украсит белый дерен, ирга и дичка. Айгири Мукашева, Арстам Тлюжанов, Адиль Нуржанов. Новости МТРК. К другим темам. С 2018 года в Казахстане законодательно утвердили бюджет и коммунальную собственность местного самоуправления в селах и округах с населением более 2000 человек. Кто и как может принимать участие в его распределении, сегодня рассказали на семинаре. Он прошел в селе Бесколь Кызылжарского района. Побывала там и наша съемочная группа. Не верят, не знают, не понимают. Население сельских округов слабо участвует в местном самоуправлении. Специально для них разработали новый проект, в котором практически помогают в планировании бюджета сельского округа. Тем самым они могут повлиять на принимаемые Акимом решения. Такую поддержку Институт развития самоуправления предлагает нескольким населенным пунктам. С ними заключат меморандумы о сотрудничестве. Действующим законом предусмотрено взаимодействие Акима с местным сообществом, обсуждение проблем, учет мнения собрания местного сообщества. Но люди не знают своих прав. Часто они не верят, что их услышат. Им нужен именно позитивный опыт. Увидеть, что это действительно возможно. С этим мнением согласна и Аким Архангельского сельского округа Ирина Рыбакова. Например, детской игровой площадки в селе Новокаменке нет давно. Это единственные на всю деревню качели и те на участке рядом с мини-центром. Недавно сельский Акимат разработал проект спортивной площадки. Но пока средств на ее строительство нет. Надеются на помощь предпринимателей. Я думаю, что люди должны быть сами заинтересованы в проведении вот этих субботников, проведении благоустройства. То есть не ждать того, что сделают крестьяне, сделают, допустим, придет Акимат. То есть мы должны действовать именно сообща. Если мы будем сообща что-то делать, то я думаю, что у нас все получится. Бюджет Архангельского сельского округа чуть больше 17 миллионов. В этом году, с учетом мнения населения, средства из него планируют потратить на ремонт дорог в селах. Там проживают около двух тысяч человек. Алена Хан, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Толком ничего не купила, заплатила много. С такой мыслью мы часто приходим домой после похода на базар или в супермаркет. Даже если пошли за хлебом, молоком, отдали несколько тысяч тенге. Почему растут цены на социально значимые продукты питания? И как их удержать, обсудили члены городского общественного совета. С начала года в Петропавловске выросли цены на семь видов социально значимых продуктов питания. Ровно столько же не изменилось с декабря 2018. Больше всего подорожала капуста на 56 тенге. Творог на 29, рис на 19. Некоторые продукты в этом году, наоборот, стали дешевле. Это рожки на 1,9%, масло подсолнечное на 1%, картофель на 2,9%, сахар на 0,9%. По семейным именованиям цены остались на уровне. Это хлеб из муки первого сорта, крупа гречневая, говядина, яйцо куриное, масло сливочное, морковь, соль. Увеличение объема производства, развитие торговой инфраструктуры, меморандума взаимном сотрудничестве. С 54 торговыми предприятиями города. Все это должно помогать сдерживать цены. Но в разных магазинах и торговых домах они могут отличаться, подчеркнули члены общественного совета. Это рыночная экономика. Десяток яиц на рынке Алтынорман стоит от 180 до 200 тенге. А на тайге на сотню дороже. Там 4 предприятия, они только торгуют одним видом, это яйцо. Естественно, мы взяли объем, который не реализуют. Что действительно, держать такую цену они не смогут при тех накрутках, которые им надо за торговое место платить, как ИП платить, все носить. Там есть точка стабилизационного фонда, где реализуется это же яйцо по цене 175-185 тенге. На рынках также есть 175-185 тенге. Они по меморандуму у нас не проходят. А по мнению члена городского общественного совета Александра Казанцева, цены на продукты питания в областном центре могут начать стремительно расти. Это произойдет из-за отмены дифференцированного тарифа на электроэнергию по зонам суток. Мукомольные, молочные, хлебобулочные, птицефабрики, они все энергонемкие. И когда они перестроились на работу в ночное время, тариф в 4 раза был ниже, чем сегодня, в 4 раза, они имели хорошую себестоимость, они имели прибыль. Что значит, с учетом отмены этой нормы и повышения тарифов в 4 раза, соответственно, отразилось на их заплатах и финансовом результате этих предприятий. Как конечный метод где-то повлияет на цены? Конечно, на рост цены. Цены могут вырасти к 1 июня, когда бюджетникам увеличат заработную плату, считают члены общественного совета. К этому вопросу они вернутся в августе. Дарья Пашмынцева, Павел Казаченко, Жолдозбек Ермуканов, Новости МТРК. С 9 по 30 апреля в 15.00 и 19.00. Дворец молодежи, бывший КРЦ «Метро». Анатолий Кашпировский. Выступление и презентация новой книги. Телефон для справок 3207-22. Хотите заявить о себе или своем бизнесе? Разместите свою рекламу в новостях на муниципальном телерадиоканале. Мы работаем в эфире 20 лет. Нас смотрят. Нам доверяют. Нас выбирают. Приемы гастроэнтеролога, венеродерматолога, аллерголога. Центр семейной медицины «Панацея». Телефон 501-505. Центр развития речи Елены Петровой представляет новое направление коррекционной работы. Метод «Томатис» основан на стимуляции участков мозга, участвующих в расшифровке и анализе звуковых сигналов. Используется для стимуляции речи, повышения обучаемости, улучшения памяти и внимания, интеграции в иностранные языки. На сегодняшний день этот метод активно применяется в 20 странах мира. Адрес Горького, 172, бывшая гостиница «Восход». Телефон 460873. Мы продолжаем выпуск. Бизнес с нуля. Около 30 петропавловских школьников завершают курсы молодых предпринимателей. Старшеклассников обучали командной работе, управлению финансами и помогали составить свой первый стартап-проект. Занятия проходили в форме игр, квестов, групповых встреч, групповых дискуссий, встреч с успешными предпринимателями. С юными бизнесменами познакомилась моя коллега Татьяна Исельская. Клуб молодых предпринимателей. Этот проект запустили в нашей области три года назад. За это время уже больше 500 школьников приняли в нем участие. Выпускников в течение года обучают азам ведения бизнеса. Елена Коняхина с этими ребятами с первого дня. Говорит, старшеклассники проявляют большой интерес к предпринимательству. Заинтересованы молодые люди, которые приходят к нам на обучение. То есть это та предпринимательская инициатива у молодежи, которая позволит в будущем реализовать себя после окончания 11 класса, для кого-то это 9 класс и так далее. Потому что у каждого из них встанет задача, куда двигаться дальше. Деловые игры, анализ рынка труда и защита собственных проектов. В прошлом году на первое занятие пришли около 200 ребят. Сейчас остались только 26. Старшеклассники, которые завершают курс, уже применяют полученные знания на практике. Дарья Храпова, к примеру, начала заниматься организацией праздников. Люблю праздники. Организовывать их и вести. Почему нет? Попробовать хочется. Больше всего понравилось. Наверное, это первое занятие было. Мы на этом занятии играли. Это была бизнес-игра. Мы очень все увлеклись. И вначале, конечно, было как-то неловко. Было много людей из разных школ, разных возрастов. Но потом все раскрепостились. Было весело, интересно, познавательно. С ребятами работали профессиональные менторы. Это опытные бизнесмены. Кстати, абсолютно бесплатно. Они делились своей историей успехом. Такой хочет стать Домижан Миржан. Девушка мечтает открыть агентство для подготовки журналистов. Мы учились на живом примере. И это не было скучной лекцией. Мы учились с помощью игр. Проходили что-то новое, изучали. То есть для нас это было большим опытом. Это занятие у ребят последнее. После его завершения школьники получат сертификаты. В планах Палаты предпринимателей интегрировать бизнес-основы в школьную программу как отдельный предмет. Если это не получится, в сентябре начнут новый набор старшеклассников. Татьяна Исельская, Дельнуржанов, Новости МТРК. 12 апреля исполнится два года. Как в свет вышла программная статья Ельбасе «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Больше известная как Рухани Жангару. Ее главная идея в том, чтобы, двигаясь по пути экономического развития, не потерять свой национальный код. Для этого первый президент определил шесть основных направлений. Какая работа проводится в Северном Казахстане. Итоги двух лет подвели в школе-комплексе национального возрождения номер 17. В 30-е и 40-е годы 20 века Курт спас от голода не один десяток женщин в Алжире. Гузнецы лагеря сначала думали, что местное население кидает в них камни. Потом поняли, что это еда. Такой маленький, но очень важный исторический факт разыграли на сцене учащиеся школы номер 17. Тяжелые времена прошли, а вот чувство благодарности казахскому народу осталось до сих пор. Один из проектов программы «Рухани Жангару» так и называется – «Казах Елене Мналгыс», что дословно переводится как «Тысяча благодарностей казахской земле». Спасибо от имени своей семьи, говорит и Дарья Коппель. Ее прадедов депортировали на север Казахстана с Поволжьем. Мои родители и я уже родились в Казахстане, здесь. Я считаю Казахстан своей родиной. И мне кажется, очень важно, что в нашей школе есть возможность изучать различные национальные языки. Последние пять лет я посещаю немецкое отделение и также состою в немецком центре в ассамблее нашей, в Идар-Гебурте. Идеи «Рухани Жангару» в этой школе активно продвигали еще до публикации программной статьи. Больше 20 лет здесь создают условия для того, чтобы дети могли изучать родную культуру и сохранить свой национальный код. В нашей школе изучают девять отделений свои родные языки. В нашей школе обучаются дети более 22 представителей разных этносов и национальностей. И наша школа является на сегодня уникальной школой. А мы, учителя, которые ведем и несем с собой программу нашего государства, конечно, воспитывать должны наших учащихся в духе толерантности, в духе казахстанского патриотизма. 12 апреля программной статье Нурсултана Назарбаева исполняется два года. Реализация идей «Рухани Жангару» проходит по шести направлениям. Первая – конкурентоспособность. Если наши дети не будут сегодня конкурентоспособны в стенах школы, как они потом будут заботиться о будущем нашего государства? Поэтому конкурентоспособность мы в первую очередь. Затем направление важное для нас – культ знаний. Издавна известно, что казахский народ всегда хотел учиться. Поэтому, а на сегодняшний день это тем более востребовано. «Рухани Жангару» – это своего рода назидание. Также в статье первый президент призывает казахстанцев стремиться к открытости сознания и развивать в себе деловой прагматизм. Жаншелут Астемиров, Адель Нуржанов, Новости МТРК. В завершении выпуска новости спорта. Борьба за главный трофей завершилась. В Петропавловске прошли заключительные игры по хоккею шайбой на Кубок Акима области. Соревнования начались в декабре. За четыре месяца хоккеисты провели больше 30 игр. Кто забрал главную награду, знает Илья Кудряков. В этих соревнованиях участвуют только любители. Борьба за Кубок Акима области началась четыре месяца назад и, наконец, подошла к концу. С каждым сезоном профессиональный уровень игроков растет и приходится выкладываться еще больше. За главный приз боролись восемь команд из разных районов области. Команда разбита, восемь команд, на две подгруппы. Потом две команды из каждой подгруппы вышли в финал. В финале тоже по кругу играют. Сейчас заканчивают они. Начали в декабре месяце, заканчиваем в апреле. Потому что с разъездами играли турами. По итогам соревнований третье место и сертификат на 100 тысяч тенге достались хоккеистам из района имени Габита Мусрепова. Серебро и 200 тысяч у команды Козылжарского района. А вот медали высшей пробы Кубок Акима области и сертификат на 300 тысяч тенге достаются Петропавловскому коллективу. В прошлом году нашим немного не повезло. Заняли второе место. Зато в этом сезоне смогли выложиться по максимуму и победить. За пять лет проведения соревнований – это третий главный трофей. Хочу всех болельщиков и хоккеистов поздравить с окончанием очередного чемпионата. Сыграли четыре выездных матча. Во всех матчах победили. Хочу ребят своих поздравить. Две игры были сложные. С Козылжарским районом и Габита Мусрепова. Судьи и тренеры по итогам встреч выбирали самых лучших игроков. Именно они будут защищать честь Северного Казахстана на международных соревнованиях Кокшитау. Там сборная нашей области встретится с командами из других регионов Казахстана и России. Чемпионат стартует в начале мая. Илья Кудряков, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Свыше полутора тысяч ребят в нашей области занимаются карате. Североказахстанская школа считается одной из лучших и сильнейших в стране. Наши каратисты часто становятся победителями и призерами международных первенств. Их нередко приглашают на чемпионаты в регионы Казахстана и России. В начале апреля порядка ста спортсменов показали свое мастерство в Омске. С каким результатом они вернулись, расскажет Игирь Мукашева. Тренировка начинается вот с таких поклонов. Это воспитанники и наставник выражают благодарность и уважение. Ведь тренируют здесь не только тело, но и дух. Кстати, кёкушункай – очень сложный вид карате. А североказахстанская школа – одна из самых лучших в стране. В этом году ей исполняется 18 лет. Обменяться опытом с нашими каратистами хотят многие. Другие регионы часто приглашают наших бойцов на чемпионаты. 7 апреля проходил чемпионат в городе Омска. Центрый чемпионат называется «Татами дружбы». Участвовал именно Омск, Российская Федерация и мы – Североказахстанская область. В честь нашего региона защищали 100 мальчишек и девчонок от 4 до 15 лет. Тимофей Волков завоевал золотую медаль в своей весовой категории. В Омске выиграл все три боя с помощью особой комбинации приемов. Но каких – не рассказывает. Говорит, это его секрет. На каратэ шестилетний Тимофей пришел 4 месяца назад. Раньше я дрался во дворе. Теперь я дерусь на каратэ. Мне лучше драться на каратэ. Мне больше всего нравится то, что мы деремся, делаем спартинги и тренируемся. Красавица, отличница, еще и спортсменка. Восьмилетняя Мадина Сикибаева преуспела везде. В каратэ она больше года и уже завоевала награды нескольких крупных чемпионатов. Из Омска Мадина привезла золотую медаль. Девочки, как и мальчики, хорошо дерутся. Мой любимый прием – это мои гери в живот. Я бью мои гери ногой в живот и соперница прям улетает за татами. Я победила так в Омске и в Петропавловске. Всего североказахстанские каратисты привезли 16 золотых, 24 серебряных и 25 бронзовых кубков. Это больше, чем завоевали хозяева чемпионата Омичи. Агири Мукашев, Жудузбек Ермуканов, Новости, МТРК. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»